Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, вторая неделя Святой Великой Четыридесятницы. И, как мы уже говорили, каждая неделя Великого Поста имеет свое наименование. И сегодня перед нами неделя святителя Григория Паламы. Вспоминается учение святителя Григория, учение о божественных энергиях, учение о присутствии Божьем, реальном присутствии благодати Божьей, нетварном свете. Тут православное учение, говорящее о реальном присутствии Бога в нашей жизни. Вот это вспоминается сегодня. И, конечно же, читается Священное Писание за богослужением. И сегодня Церковь предлагает нам отрывок из послания к евреям святого апостола Павла. Глава 1 стихи с 10 до конца главы и глава 2, первые три стиха. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих. Они погибнут, а Ты пребываешь. И все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лето Твои не кончится. Кому, когда из ангелов сказал Бог, «Сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих под ножи ног Твоих, не все ли они суть служебной духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознерадев, от оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него». Дорогие братья и сестры, мы продолжаем с вами чтение послания к евреям святого апостола Павла, завершаем первую главу, начиная с 10 стиха до конца главы, и вторая глава, первые три стиха. Итак, сегодняшний отрывок начинается с цитаты, ветхозаветные цитаты. Это 10 стих, здесь как раз-таки цитируется 101 Псалом, стих 26-28. Говорится о том, что «Вначале Ты, Господь, основал землю, и небеса дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но Ты тот же, и лето Твои не кончится». Вот, очень интересно, что лето Твои не кончится. Здесь, говорится, как раз-таки продолжается тот нарратив, то повествование о том, что Господь Иисус Христос, о Котором идет речь, мы уже говорили с вами об этом, когда начинали читать послания к евреям, что Господь, Он превыше всего творения, Он является сотворцом Бога Отца, Сын является сотворцом Отца в деле творения этого мира. «И Ты, Господь, основал землю, и небеса дело рук Твоих, они погибнут, а Ты пребываешь». Да, действительно, в конце времен все изменится, все преобразится, ну, коли угодно погибнет. Что мы читаем в Апокалипсисе, мы читаем в Откровении Божьем. Что значит произойдет? Произойдет новое творение, да, и увидел я новое небо и новую землю. Вот что видит апостол-евангелист Иоанн Богослов. Вот это новое творение, новая земля, преобразившееся человечество, воскресшее, пройдет через горнило суда, одни отправятся в воскрешение суда, в воскрешение жизни, а другие отправятся в воскрешение суда. И после страшного суда все будет новая жизнь, бесконечная, где нет ни печали, ни воздыхания, но вечное пребывание с Богом в блаженстве. Но прежде суд. Все погибнет. Новое небо будет, новая земля. Все обетшает. То есть все это творение, оно изменится, оно преобразится, а Бог не изменен. Бог не изменится. Он останется тот же во веки веков. Хотя и время упразднится. Соответственно, далее говорится, что как одежду свернешь их и изменится, но ты тот же и лето твое не кончится. Все. Бог не изменен. Иисус Христос не изменен. Иисус Христос, Сын Божий, Он не изменен. И кому, когда из ангелов сказал Бог, сидя, деснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих. Тоже образ прекрасный, образ понятный для аудитории того времени. Нам сейчас немножечко непонятно. Символически царь при завоевании народа ставил ноги на спину раба, побежденного народа. И также Господь наш Иисус Христос победил смерть. Он поставил свои стопы на спину врага рода человеческого. Он его победил смертью, смерть поправ. И ангел ему, никакой ангел не удостоен. Такого был и пророчества, и такого звания, такой чести. Ни один не удостоен. Все по воле Божией. Вспомните послание Иуды, где говорится о том, что Господь, когда, вернее, архангел Михаил забирал тело Моисея, спорил с сатаной, и не произнес на него суда даже, а сказал, что тебе Господь запретит. Потому что ангелам и такое не дано. В руки не дан им суд. Суд — это дело рук Божиих. Поэтому никому из ангелов такого Господь не обещал. А тут сказано о Мессии, о Сыне, что «сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих под ножи и ног твоих». Не все ли они суть служебной духи, эти ангелы? А кому они служат? И ответ сразу. Посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. А кто имеет наследовать спасение? Риторический вопрос, дорогие братья и сестры. Кому адресовано спасение? Нам, конечно же. Да, все вы, сыны и дочери Божьи, поверь во Христа Иисуса, как говорит апостол Павел в послании к Галатам. Соответственно, спасение через Христа. Спасение человеку. Вторая глава о чем нам говорит? Посему мы должны особенно внимательно быть к слышанному. Итак, вот первая глава говорит о том, что вот мы сейчас будем говорить о той разнице, которая есть между Сыном Божиим и Творением, то есть и ангельским миром, и вообще миром тварным. Поэтому мы должны быть внимательны. Почему? Потому что мы сейчас будем говорить о Христе, поэтому мы должны быть особо внимательны к слышанному. А почему должны быть особо внимательно слышанными? Не только потому, что быть, что во Христе все дело, а чтобы не отпасть от Христа. Это нам очень важно, нам самим очень важно быть внимательны к слышанному, не то, что нам о других что-то расскажут, нам о своем собственном спасении нужно родить. Поэтому нам важно слышать это, чтобы не отпасть. Почему? Почему можем отпасть? И почему все так серьезно? Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, а оно было твердо, и всякое преступление непослушание получало правильное воздаяние, действительно мы видим в Ветхом Завете, как за любое преступление закона карается проклят всяк, кто не соблюдает слова сии. Книга, по-моему, в Второзаконе написана. Соответственно, если ты не соблюдаешь заповеди Моисея, если ты не соблюдаешь все заповеди Ветхого Завета, то ты находишься под проклятием, под клятвой закона. Закон сам тебя проклинает, и ты не обретаешь спасения. Поэтому говорим, Вот о чем мы говорим. Как раз таки, если ангелами возвещенной Ветхом Завете каралось вот таким проклятием, то коль скоро мы будем пренебрегать, если будем пренебрегать Словом Божиим в Новом Завете, какое наказание тогда будет для нас? Неужели мы думаем, что мы так легко войдем в Царствие Небестое? Нет, никак. Да не будет этого. Так как мы избежим, вознеродев от оликом спасения, которое, быв сначала проповедано Господом у вас, утвердило слышавшими от Него. Если мы будем неродеть о спасении, которое проповедовал нам не ангелы, а Господь, что нас ждет, если преступление закона, переданного ангелами, вылечет такие последствия? А теперь мы имеем дело с законом, переданным Господом нашим, Иисусом Христом. Если мы будем неродеть, что нас ждет? Оно было передано Господу, а утверждено в нас, слышавшими от Него, то есть апостолами. Поэтому вот это утвержденное Слово Божие нужно со всей серьезности воспринять в себе. Помнить, что Бог — это не только вот эта вот сентиментальная любовь, о которой мы любим всегда говорить. Да, Господь есть любовь, Он принес нам любовь, но еще Он закон, еще Он мздовоздаятель и праведный судья. Да, это тоже не стоит забывать нам. Поэтому, пометуя о безграничной любви Божией, о его человеколюбии, нужно иметь в себе и память смертную, и страх Божий, и помнить о том, что неродение о своем спасении — это тоже грех. Поэтому к этому нужно призывать свое сердце и со всей ответственностью относиться к делу своего спасения. Поэтому, дорогие братья, сегодня, в сегодняшний воскресный день, в день памяти святителя Григория Паламы, в эту неделю Великого Поста, будем внимательны к своему спасению, будем сосредоточены, будем читать Слово Божие, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое превыше небес.